В горячую линию обратились краснодарцы Евгений Шумный и Андрей Козлов. Друзья по несчастью рассказали, что заказали и оплатили мебель фирме Леру. Но ни денег, ни мебели они так и не увидели. Почему были нарушены законные права потребителей, сейчас и попытается выяснить наша программа. С краснодарцами Евгением Шумным и Андреем Козловым горячая линия встретилась возле цеха фирмы Леру. Мужчины рассказали, что общество с ограниченной ответственностью Леру возглавляет Руслан Ахмадов. После заключения договора на изготовление мебели и получение предоплаты, Ахмадов, запутывая следы, ушел из поля зрения заказчиков. После того, как я им оплатил большую предоплату, 50%, по большому счету они исчезли. 30 декабря последний день был установки, ничего мне так не было установлено. 31 декабря у меня жена осталась в голой кухне. Руслан Ахмадов, директор фирмы Леру, очень занятой человек. Горячей линией удалось найти номер его телефона. Руслан Борисович сообщил, что сможет встретиться с нами только в октябре-ноябре, не раньше. В разговоре категорично заявил, что все заказы выполняет добросовестно. Я вас деграфирую по телефону, я обязательно себе свою выполняю. Была одна срочка, две недели. Человек отказался, я говорю, подавай в суд. Новогоднее стол у нас пропал, ввиду того, что нам не на чем было даже готовить. Андрей Козлов рассказал, что сотрудник фирмы Леру пообещал быстро и с большой скидкой сделать кухню и два шкафа-купе. Андрей заключил с фирмой договор, отдал 52 тысячи и стал ждать. Стали сначала по телефону переносить постоянно на следующую неделю, кормить меня завтраками. Потом привезли несколько коробок, которые не назовешь мебелью. И после этого просто вообще исчезли. Через три месяца, говорит Андрей, объявился директор Руслан Ахмадов и попросил еще денег. Якобы не хватило на фурнитуру. Заказ обещал выполнить к первому апреля. Я потратил на них 65 тысяч двумя частями. Сначала 50 тысяч отдал, потом они попросили еще предоплату, якобы все доделают. Я повелся опять на их сказки и заплатил еще раз 15 тысяч. Евгений Шумный с Русланом Ахмадовым вообще познакомился случайно. Хозяин фирмы обмолвился, что делает мебель под заказ и оставил свой телефон. Обратился к нему, да, он приехал ко мне, сделал замеры. Я съездил к нему в цех, увидел дорогое оборудование, кучу недособранной мебели. Это мне внушило доверие. Евгений подписал договор с Ахмадовым и отдал 29 тысяч рублей предоплаты. Но ни денег, ни новой кухни он не увидел. В день получения и установки мебели под Новый год фирма «Лерус» не появилась. Новогоднее слово нас пропало ввиду того, что нам не на чем было даже готовить. В интернете про бизнесмена Ахмадова люди пишут немало интересного, рассказывает Шумный. В поисках директора фирмы люди объединяются в группу. У них много судебных исков, много задолженностей и так далее и тому подобное. Начал это все предъявлять данному человеку. И человек уже как бы в открытую сказал, что да, говорит, я вот другим людям много должен. То, что твое взял, отдаю сейчас им, потом возьму у других, отдам тебе. Евгений говорит, что фирма «Лерус» оказалась просто пирамидой с декорациями. Хозяин бегает, полиция отписывается. В фан-клубе Ахмадова поняли, что справиться с этим бизнесменом сами не могут. Поэтому и обратились в горячую линию. Здесь полиция, приставая все остальное, как бы, насколько я знаю, постоянный гость. Евгений показал, где находится цех. Он бывал здесь вместе с Ахмадовым. Мы подошли к мебельному цеху, но обнаружили закрытую дверь. Это точно их цех, да? Да. Просто здесь нет надписи, названий никакого нет. А, цеховики в основном, вот, тоже рядом цех, там тоже ни названий, ничего нет. А у них как закрыто, смотри. Закрыто. Ну, как ребята-соседи сказали, что они уехали на установку. Мы обошли территорию в поисках кого-то из сотрудников фирмы «Лерус», но никого не нашли. Но безлюдие на территории оказалось обманчивым. Горячая линия не осталась незамеченной. Разведать обстановку пришел исполнительный директор базы Дмитрий Игнатов. Он же, как выяснилось, сдавал в аренду цех фирме «Лерус». Они точно так же не заплатили аренду, поэтому и здесь их сейчас нет. И аренду они вам не заплатили? Аренду не заплатили. Когда они съехали отсюда, скажите нам тогда. Когда съехали? Ну, давно уже съехали. Это с декабря. С декабря, по-моему, съехали, да. Дмитрий рассказал, что мы не первые, кто ищет пустившегося в бега Ахмадова. Ходят слухи, что Руслан Борисович затаился где-то под Ростовом. Не только вы, многие уже прикрыли. А сколько примерно? Можете так хотя бы на вскидку сказать, сколько было человек? Пятерых-то, пятерых-то точно. Господин Игнатов сказал, что у Ахмадова в цеху ничего своего не было. Все имущество арендованное. Мы бы тоже рады были наложить взыскание на это оборудование, а это не его, соответственно. Что вы сейчас делаете для того, чтобы вернуть свои деньги? А мы его и найти не можем. Общество с ограниченной ответственностью Лерус. Данных о прекращении деятельности нету, значит, действующая организация. Андрей вспомнил адрес сотрудника Леруса Артема Рачкова. Горячая линия отправилась, как говорят полицейские, в адрес. Артем Рачков не здесь живет? Во дворе стояла машина, и за забором отчетливо слышались шаги. Но к нам так никто и не вышел. Мы позвонили Артему Рачкову. После разговора с ним стало понятно, друзей по несчастью становится больше. Они говорят, что вы им обещали кухню сделать, и не сделали. Горячая линия, прихватив жертв Леруса, отправилась в отдел по защите прав потребителей города Краснодара. Там помогли оформить претензию в адрес Ахмадова. Общество с ограниченной ответственностью Лерус. Данных о прекращении деятельности нету, значит, действующая организация. Зарегистрирована на Услабинске, улица Агаркова, 45, офис 1. Учредителем является Ахматов Руслан Борисович. Должность директор Ахматова Людмила Владимировна, главный бухгалтер. Вручить претензию Ахмадову мы решили лично в руки и поехали в город Услабинск по адресу регистрации его фирмы. Вы скажите, что это други? Что-то она больше не звонила, а то прокуратура будет заинтересоваться. Больше вы уже в искали не лезете, а то она себе на полу там нас закомментирует. По юридическому адресу обнаружилась обыкновенная квартира. В Ахматово живет. А бабушка? А не Ахмадова там живет? Не, ну ее, я не знаю, как ее фамилия, Петлюда живет. Группа пострадавших от Леруса оказала нам информационную поддержку. Нашелся номер телефона главбуха фирмы Людмилы Ахматовой. Здравствуйте, беспокойтесь, телеканал Кубань-24. Скажите, пожалуйста, вы являетесь бухгалтером фирмы ООО «Лерус»? Да, была. А, были. То есть у вас сейчас нет этой фирмы? На семейный бизнес. Разговор не задался. Мы позвонили снова. Нам ответил уже сам Руслан Ахматов. Я сейчас могу с вами так, чтобы три часа разговаривать. И вы же мне переговорите, пистолетно разговаривайте. Вам еще раз говорю, девушка, вы мне по адресу обратились. У вас здесь гораздо интересная работа. После этого он попросил к телефону Евгения и сходу начал ему угрожать. В разговоре отчетливо зазвучала криминальная тема. Ты угрожаешь на что-то? Угрожаешь на что-то? Мне нужны просто мои деньги. Кухня у меня уже новая стоит давным-давно. Извини меня, полгода без кухни жить я не могу. Дальше Ахматов пошел во вкус и угрозы посыпались уже в адрес журналистов. Вы скажите, что я по-друге. Что-то она больше сюда не звонила, а то прокуратура будет уже интересоваться. В общем, что вы с вами не лезете, а то вы это самое. Она себе на полу там нас закомментирует. Вечером того же дня Андрей и Евгений снова позвонили в горячую линию. Сообщили, что Ахматов перешел в наступление. Из этических соображений мы даем запись с купюрами. Ненормативная лексика звучит буквально через слово. Ты выслушай меня, придурок. Ты что, б***ь, меня сейчас перебьешь, б***ь? Я тебе приеду, б***ь, тресты перенеблю. Мне приехать тебе, б***ь, написать. Давай с тобой встретимся один на один. Я тебе объяснился, б***ь, а? А здесь он уже угрожает Евгению и оскорбляют ведущую программы. Я теперь оглядываюсь, б***ь, я знаю, где ты живешь. Эти папки, б***ь, я людям отдам. Я тебя в знаку сейчас говорю. Каждый будет месяц отбирать погоду жизни. У меня есть серьезные люди, б***ь, я тебе, б***ь, б***ь, ты думаешь, что это шлюха, б***ь, ты что-то сделаешь? Да там, б***ь, сейчас я претензию выдам, б***ь, я сейчас, б***ь, судите, я сейчас, б***ь, тебя повытягиваю все бабки, б***ь, вы с ней повытягиваете, это телекомпания, б***ь, ты понял? Чтоб не доводить Ахмадова до греха расправы, горячая линия написала в полицию заявление об угрозах и оскорблениях. Ситуация с ООО «Лерус» перешла границы административного кодекса. Ахмадовым теперь должны заниматься полиция и прокуратура. Потребителю не стоит откладывать поход в правоохранительные структуры, если конфликт может закончиться обычной уголовщиной, говорит наш эксперт. В полицию мы обращаемся для того, чтобы орган, который уполномочен этим заниматься, проверил все обстоятельства этого дела. И в случае, если по данному факту обратилось несколько потерпевших, то в этом случае полиция возбуждает дело по факту мошенничества в отношении тех лиц, которые обратились. Остальным потребителям, не получившим срок товар или услугу, наш эксперт советует внимательно читать договор и проверять фирмы хотя бы через интернет. Если вы все-таки стали жертвой недобросовестных исполнителей, то первым делом следует идти в отдел по защите прав потребителей. В этом случае нужно обратиться в отдел по защите прав потребителей, в администрацию муниципального образования, там, где вы проживаете. С таким же заявлением нужно обращаться в прокуратуру. Эксперт горячей линии настоятельно рекомендует не обходить эту инстанцию. Параллельно можно обращаться в прокуратуру с этим же вопросом. Не помешает, потому что прокуратура у нас проверяет, насколько законно действуют юридические и физические лица в тех или иных обстоятельствах. Поэтому в этом случае прокуратура в том числе и осуществит надзор за исполнением данного договора. Если все вышеуказанные инстанции решить проблему не смогли, то вернуть ваши деньги поможет суд. Их обязывают исполнить те требования, которые заказчик установил в своем исковом заявлении. Также заказчик может потребовать компенсацию морального вреда, а также суд накладывает на исполнителя штраф в размере 50% от взыскиваемой суммы. Проблема. Фирма не выполнила обязательства перед заказчиком. Решение. Обратиться в отдел по защите прав потребителей муниципального образования, обратиться в полицию, обратиться в прокуратуру, обратиться в суд. Заказчики фирмы «Лерус» намерены вернуть свои деньги. Они обратились в полицию Краснодара с заявлениями о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Если вам нужна помощь и вы потеряли веру в справедливость, звоните нам в программу «Горячая линия».